Набор в первый класс закончен, свободных мест нет. Совсем скоро клеить такие объявления в 15-й гимназии будет не нужно. Теперь мест точно хватит всем. Рядом с существующим зданием возводят пристройку. Трёхэтажный блок для начальной школы на 400 мест. Идёт начало строительства. Вот вы видите, сейчас машины, миксеры пришли, заливается бетонная плита в основании этой пристройки. Эта пристройка будет для размещения детей начальных классов. Будет состоять из двух блоков. Вот вы видите, первый блок сейчас заливается, второй блок будет находиться вот на этом, на соседнем месте. Площадь пристройки более 2000 квадратных метров. Хотя просто пристройкой строящееся здание будет назвать сложно. Скорее, это будет отдельная полноценная школа со всей необходимой инфраструктурой – учебными классами, библиотекой и столовой. Рядом вот здесь построят универсальную спортивную площадку. Строительство такого комплекса, говорят в гимназии, поможет решить проблему нехватки мест за партами в быстрорастущем микрорайоне Макаренко. На сегодняшний день в гимназии номер 15 обучается полторы тысячи учащихся. Но это не только ученики с 1 по 11 класс. У нас ещё есть группа детского сада. К нам приходят дети, обучаются с микрорайона Макаренко, у нас обучаются дети с Пластунки, у нас дети обучаются с Шаумяна, с Верхневишневой, у нас дети ездят с Мацесты, дети ездят с Мамайки. В классах просторно будет не только местным ребятам, но и тем, кто перебрался в Сочи из других регионов. Максим с мамой переехали на побережье из Челябинска. Радуются, что скоро их новая школа станет ещё больше. Всегда, когда есть какое-то расширение, это здорово. То есть, это постройка, это ещё дополнительно очень много места для детей, новой площадки. Точно такую же пристройку начали возводить и на территории 82-й школы в Дагомысе. Такой же блок для младших классов на 400 мест. Сейчас рабочие заняты армированием фундаментной плиты. Здание вырастет до трёхэтажного с актовым и спортивным залом и библиотекой. Обе пристройки типовые. Они будут точно такими же, как в сотой школе в селе Весёлое. Объект сдали в эксплуатацию в начале года. Проекты на 90% финансирует Край. Подрядчики – сочинские фирмы. Стены будут железобетонные. Это вокруг всё железобетонные? Да, весь периметр железобетонные стены. Алексей Кузнецов работает на стройплощадке в Дагомысе прорабом. Родился и вырос здесь же, в посёлке. Говорит, горд тем, что причастен к этому большому проекту. В 82-й школе учился до 8-го класса. Никогда в жизни не мог бы подумать, что я буду принимать участие на строительстве дополнительного блока этой школы. Мне очень приятно, и я горжусь, что оставлю свою лепту на этой участке строительного объекта. Строительно-монтажные работы и на 82-й школе, и на 15-й гимназии планируют завершить до нового года. Срок сдачи в эксплуатацию – ноябрь 2019-го. Но подрядчики обещают – за парты в новых пристройках дети сядут уже 1 сентября следующего года.